Привет, меня зовут Александр, я хочу вам рассказать о новинке, это моноколесо IPS. Это такой компактный электровелосипед, который вы можете взять с собой куда угодно, буквально в метро. Вес данной модели составляет 12 килограмм. Управляется она достаточно просто, но требует небольших навыков, обучения. Давайте я вам расскажу, как научиться на ней кататься. Для начала нужно его поместить вертикально, откинуть педальки, включить электродвигатель и встроенный гироскоп, который позволяет колесу не падать вперед и назад. Вот я включаю через полторы секунды, включается этот гироскоп. А управлять этой моделькой очень просто. Вы разгоняетесь или тормозите, все. Также у моноколеса нет ни переда, ни зада, любая сторона является ведущей. Итак, для того, чтобы быстро научиться им управлять, есть пару несложных упражнений. Для начала поместите колесо между ног и правильно расположите стопу. Стопу нужно располагать где-то посередине, то есть пяточка чуть-чуть свешивается и носочек. Как я и говорил, управляется оно путем переноса массы тела на носочек вперед и пяточку. То есть вы поставили правильно ногу, удобно. Само колесо располагается под небольшим градусом, наклоном здесь, как будто вы сидите на велосипеде и остановились на отдых или в ожидании светофора. Итак, ногу правильно установили. Здесь нога согнута на 15 градусов и находится в этой красной зоне. Специальные резиночки, мягкие для того, чтобы ваша ножка здесь вот в этом позу находилась. Поставили. Угол здесь слегка наклонен тоже. И попробуйте, как им управлять. Носочек, пяточка, носочек, пяточка. Поскольку для вас это будет немножко необычный опыт, в комплекте идет тренировочный ремешочек. Вот такой вот бесплатно. Вы его раскрываете, вставляете за ручку, регулируете по длине, то, что у нас бывает, небольшие пользователи, маленькие тоже. Отрегулировали по высоте, как вам удобно, взяли в руку. Вот. И с этим ременем можно ездить буквально первый день-два, на момент, когда вы учитесь. То есть вы спрыгиваете с него и подхватываете его. Итак, мы поставили ремень, правильно поставили ногу. Упражнение номер один. Пробуем вперед-назад. Чувствуем это движение. Упражнение номер два. После 5-10 минут таких тестов вам нужно сделать шаг, принцип, как будто вы отталкиваетесь на самокате, слегка переносите массу тела на ногу, стоящую на педальке и подшагиваете этой ногой спустя метр или два. Смотрите, это происходит вот так. Вы наклоняетесь и подшагиваете. Наклоняетесь и подшагиваете. То есть такой длинный шаг. А ты репетируйте где-то минут 10-15. Не ленитесь. Также обращаю ваше внимание, что у меня здесь стоит правая нога на колесе. Половина людей стоит левую. Ставьте ту, которая вам удобна. Далее пошагали, пошагали, пошагали. Теперь нужно научиться ездить. Для этого используйте или вашего товарища на плечо, который можно опираться, или используйте стеночку. В моем случае это будет товарищ. Зовите друга, опираетесь ему на плечо вот так одной рукой и пробуйте запрыгнуть на колесо. Стоите, держите его в руках. Надо сказать, что стоять на нем немножко дискомфортно, потому что на нем нужно не стоять, а ехать. Это не цирковой аппарат. К нему достаточно быстро можно привыкнуть. Поэтому товарищу, вы говорите, пошли вперед. Он идет. И вы подставляете ногу. И поехали. Тут основная задача развить скорость 5-7 км в час. Тогда вы не будете отвлекаться на какие-то боковые сильные колебания, а будете учиться привыкать его к этой скорости. Если вы едете медленнее, то у вас достаточно сильно колесо юлит вправо-влево. Отдельно хочется отметить достаточно крепкий корпус, который очень терпеливо относится ко всем вашим впадениям, экспериментам, которых в принципе не должно быть много, потому что база и навыки приобретаются за 15-20 минут. Причем очень удобно. Стоишь невысоко от земли. В случае чего ты спрыгиваешь, пробежал пару шагов и достаточно безопасная штука. Ремешочек на второй-третий день вы снимаете. Есть модельки, на которых люди там по сто раз спрыгивали. Легкие ссадинки по пластмассе, никаких трещин. Также колесо заряжается от розетки 220 вольт. Откручивается небольшой блок питания. Включаете в розетку, бесшумно заряжается. Здесь офигительная штука. Это лампочка заряда батареи. Сейчас она горит зеленым, это значит полностью устройство заряжено. Когда она мерцает, 66%. Когда мерцает красным, 33%. Загорается красный, все зарядка. Осталось 10% заряда батареи. Я надеюсь, что когда потеплеет, многие из вас приобретут такой офигительный гаджет и вместе в парке Горького мы будем устраивать офигительные флешмобы. С вами был Александр. Присоединяйтесь, пока!